Ситуация по коронавирусу в регионе остается нестабильной. В среднем ежедневно регистрируется более 400 случаев. И при этом количество заболевших не перестает расти. Сейчас Актюбинская область находится на пике заболеваемости. Тему продолжит моя коллега Салтанат Нургалеева. Количество заболевших коронавирусом растет с каждым днем. Только за четверг в регионе зарегистрировано 452 новых случая COVID-19. Из них 386 с симптомами заболевания и 66 без. Так, в областном центре выявлено 349 заболевших, в том числе 49 бессимптомных. На 27 августа текущего года зарегистрировано всего 26 366 случаев коронавирусной инфекции. Из них 73,7% симптомной формы заболевания и 26,2% бессимптомной формы заболевания. Показатель заболевания составил 2933,8%. Из всех зарегистрированных случаев заболевания 86,2% это местных случаев, 12,8% контактные и 0,9% завозные случаи. Из местных случаев 19,4% выявлены при профилактических медицинских осмотрах. За сутки также зарегистрировано 19 новых случаев пневмонии. В инфекционных отделениях находится 1209 пациентов, а нагрузка на реанимационные койки составляет 50%. Вылечились от COVID-19 20 029 больных. На домашнем карантине находится 10 067 человек. За всеми проводится медицинское наблюдение. Показатель суточный прирост заболеваний составил 1,7%. В том числе в городах Тюбе 349 новых случаев, в Айтикибинском районе 8, в Алгинском районе 13 новых случаев, в Байгане Смиргийском районе по одному новых случаях, в Каргалинском районе 3, в Хабинском районе 6 новых случаев, в Мартугском районе 11, в Мухалджакском районе 24 новых случаев, в Тимирском районе 17 новых случаев, в Уильевском районе 11 случаев, в Храмтаусском районе 12 случаев и в Халкарском районе 6 новых случаев. Отмечается, что на территории области усилена работа мобильных групп. Согласно мониторингу, объекты предпринимательства, магазины, рестораны и лаунж-бары нарушают карантинные ограничительные меры. В связи с чем наложены штрафы более чем на 74 миллиона тенге. На объекты общественного питания составлено 184 протоколов на сумму 26 миллионов 615 тысяч 660 тенге. Нарушения выявляются чаще всего на таких объектах, как рестораны, магазины, лаунж-бары и другие. За последнюю неделю поступило 48 материалов по нарушениям карантинного режима. В автюбе, к сожалению, не уменьшается число нарушителей ограничительных мер. Специалисты призывают не рисковать как своим здоровьем, так и здоровьем близких. В связи с чем жители региона в очередной раз просят отказаться от проведения торжественных мероприятий и не забывать об обязательном масочном режиме. Особенно после смягчения карантинных мер, когда выходные дни возобновят работу предприятия общественного питания, рынки и торгово-развлекательные центры для вакцинированных граждан. Особое внимание уделяется и подготовке к новому учебному году, который начнется в традиционном формате уже через считанные дни. Обычно в школах действует кабинетная система образования, но теперь этого не будет. В этом году школьники будут учиться по принципу один кабинет, один класс. На переменах и в столовых классах не будут пересекаться. Для этого тоже поднимаются меры. Усилится контроль за дезинфекцией. К тому же в школу будут пускать учителей и родителей только по приложению ОШИК и строго с зеленым статусом. Отмечается, что в скором времени в регион должны завести вакцину Pfizer. Школьников в возрасте от 12 до 18 лет начнут прививать данным препаратом после получения согласия родителей, а также проведения профилактических работ.